Итак, дорогие друзья, продолжаем пошив костюма. Выточки. Как стачиваются выточки? Сверху вниз от широкой части, от среза, ключевого и обязательно с закрепкой. В конце выточки на более плотных тканях нужно сделать закрепки. И в конце выточки выточка сама должна быть очень тоненькая для того, чтобы хорошо сутюжилась. В конце выточки обязательно контрольная меточка. Вот она у меня здесь отмечена. Я вижу, докуда прострочить выточку. Все, уходим на нет, в пустоту. Значит, можно вытянуть ниточки подлиннее, завязать узелочки и две вот эти два кончика нитки вставить в ушко иголки и вправить вовнутрь выточки эту нитку, и узелочек спрячется прямо в выточку. Можно так. Можно с закрепкой. Я закрепку не сделала. И смотрите, если за длину выточки, вот которая обозначена у нас поперек, вы немножечко вышли дальше, это не страшно. До 0,5 см можно выходить, потому что тут очень тоненько уходит выточка на нет. Но тогда в таком случае надо вторую выточку выполнить точно так же, прострочить точно так же. 5 мм они, собственно, не испортят выточку, если на 5 мм она будет длиньше. Старайтесь по ниткам не строчить. Строчите рядом на 0,5 мм, на 1 мм. Ну, на 1 мм многовато будет выточку, а вот на 0,5 мм можно. Так вот, вот у меня здесь конец выточки, опять же, обозначен. Вам, скорее всего, не видно, но я-то вижу. И я теперь должна так же, как и там, на вот так, где-то 3 мм, 4 мм прострочить ниже контрольной метки. Стачиваем все швы сверху вниз, которые идут боковые, задний, средний шов. А вот рельефы, смотрите, есть такое правило, не я его придумала, это я уже говорю об этом. Там есть видеоурок по раскрой, по моделированию рельефа и спроймы, по раскрою и пошиву. Два отдельных урока. Видео, заходите в плейлист, и там, значит, видео есть о раскрое и конструировании, и есть именно о пошиве вот этого рельефа. Так вот, есть такое правило в книжице, очень-очень даже грамотное. Может быть, потому что раньше была технология другая. Я вам хочу просто показать, чтобы вы понимали, что я не сама придумываю эти правила. Просто я их придерживаюсь и считаю, что они очень грамотные. Посмотрите, вот изделие с рельефами. Вот здесь детали. И вот здесь я подчеркнула красным, написано, что, значит, про сметку даже. Детали, имеющие выпуклую линию, накладывают на среднюю часть, совмещают срезы и контрольной метки, скалывают детали булавками и сметывают. Стачивание производят с швом шириной полтора сантиметра со стороны той детали, которая имеет выпуклую линию. Вот. И еще, значит, смотрите, срезы припусков после приутюжки шва обмётывают. Ну, то есть сверхложат или зигзагообразной строчкой, как тут написано. И весь припуск заутюживают всегда, так, всегда в сторону детали с выпуклой линией. И вот она, картинка. И вот рисунки. Посмотрите, куда заутюживается на боковую часть. Так, я так ставлю, чтобы вам видно было. Вот. Это такая книжка. Очень грамотная. Вот такая книжка. Я ее долго не показываю, потому что нельзя, как бы, рекламировать что-то. Поэтому я показала. Кому интересно, напишите. Я напишу авторов. И вот у них такая грамотная технология. Так что имейте в виду, что рельефы, когда сметываются и стачиваются, тоже по правилам. И получается, что если мы должны строчить по выпуклой части, значит, одну из сторон мы будем строчить, стачивать снизу вверх, а другую сверху вниз. Если придерживаться правил, то шитье легкое. Шьется легко, кроется легко. Если не придерживаться правил, конечно, возникают какие-то трудности, какие-то погрешности. Вот у меня здесь линии все стерлись. И тут я еще сметку убрала. Вот у меня здесь, конечно, надо по новой прочертить. Сейчас как-нибудь увижу. Линию. Машинка шумноватая, с обыкновенным мотором, промышленная. Всегда делайте закрепочки, не забывайте об этом. Но все равно промышленные машинки, они лучше, чем бытовые. И скорость у них, и ход совсем другой. И не забывайте подтягивать равномерно ткань в обе стороны. И не забывайте, что строчить надо от сметки. На полмиллиметра где-то, чтобы сметку не забивать, на полмиллиметра в сторону среза. Вот они, закругления. Здесь вот надо внимательно растут закругления. Чтобы линия получилась красивая. И в пройме, вот эту деталь мне пришлось снизу вверх. И в пройме хорошую закрепку сделать нужно. Это у меня здесь припуски большие, я их потом срезать буду. Все оверлоком срежу. Сами видите, что тут делается с моей тканью. Итак, это я вам показала, самое сложное. Рукавчик сказала, что вверху закрепочку хорошую, потому что тоже будут срезаться лишние по припуску. Если ткань хорошая, такая несыпучая и выкройка проверенная, то не нужно делать ни полтора, ни... Можно по сантиметру делать швы, потом, конечно, легко будет работать. Я все прострочу за кадром, а потом начну показывать по узловую обработку постепенно. Сутюживание рукава и так далее. Сутюживание выточки. Все, теперь нужно убрать сметку. Все стачено, все прострочено. Теперь убираем сметку. Смотрите, на вытачках, что мы делаем с вытачками. Так. Вот они ниточки, которые мы будем завязывать. Юбка будет с подкладом. Поэтому нет смысла прятать узелочки. Можно просто взять и завязать в конце вытачки. Три-четыре узелка. Смотрите, как мы удаляем сметку. Вот такие щипчики нужно приобрести, у кого нет. Потому что не надо тянуть нитки. Я наблюдаю, как девочки, когда сметку удаляют, как они тянут нитки. Потому что если ткань рыхлая, можно вытянуть нити, повредить нити ткани. Не то, что нитку вытянуть, а нити ткани повредить. Поэтому нужно иметь вот такие секаторы. Вверху была закрепка. Отрезаем нитки. Так. Аккуратненько, осторожно. Чтобы саму ткань не порезать. Потому что это вот, вообще-то секаторы называются для обрезания нити. Ну, мы называем щипчики. Вот они, ниточки остались. Я завязываю 3-4 узелка. И обрезаю. Если у меня изделие с подкладом. Если без подклада, тогда я прячу узелки в выточку. У меня есть плейлист пошив юбки. Там от самого начала до самого конца пошива юбочки. Вот эти вот узелочки и маленькие вот тут ниточки остаются. Но они будут закрыты подкладом. Поэтому ничего страшного. То есть изощряться тут не обязательно. Прятать эти узелки. Я понимаю, если изделие идет без подклада. То есть видно будет все. Тогда, да. Тогда обязательно нужно будет узелки спрятать. Итак. Сметку убираем. И теперь, после этого, будем верложить. Теперь нужно верложить. Когда все прострочено, мы верложим. Вот после верложки будем делать влажно-тепловую обработку. Одну сторону пояса, то есть один только срез, нужно верложить. Я это сделаю за кадром. Теперь нужно оверложить посредине на жакете шов. То есть средний шов. Он будет разутюживаться потом. Значит нужно по отдельности каждый срез. Не вместе. Я срезаю на ширину лапки. Можно, конечно, меньше. Но мне так удобно. Лапка упирается в шов. Вот край лапки в шов упирается. И вся верложка идет одинаковой шириной. Когда верложите, нужно, чтобы лицевая сторона ткани всегда лежала сверху. И еще левая рука, вот так лежит немножечко, ну на уровне лапки, там или чуть дальше лапки, как бы не тянет, но продвигает. А вот правая рука, правая, она всегда должна контролировать, чтобы ткань не сложилась и не попала под нож. Такие случаи бывали. Значит, вот так рука левая, вот так лежит. Правая вот она. И вы все время должны ощущать, что у вас внизу один слой, вот этот идет, припуска. И что ничего лишнего под нож не попадет. Значит, одна сторона, смотрите, верложилась сверху вниз от горловины, а другая сторона верложилась снизу вверх, снизу вверх от низа, потому что всегда лицевая должна лежать сверху. Теперь нужно оверложить боковые срезы. Я оставляю для себя по 2 сантиметра припуски. Когда я краю, я беру даже больше, я беру 2,5, иногда 3 сантиметра, когда первый раз кому-то раскраиваю. Себе я взяла 2,5, а оставляю в готовом виде 2. По технологии нужно 1,5. Я специально оставляю, чтобы, если нужно будет расшить, увеличить вещь, у меня будет запас. А вот передние рельефы я буду делать в разутюжку, потому что я посмотрела задние рельефы. Сзади пойдет по толщине, а вот по переду я не хочу, потому что спереди могут выпирать вот эти припуски. Они могут на груди некрасиво лежать, поэтому я делаю по отдельности верложу. Будет у меня в разутюжку рельеф. Я покажу потом, как это делается в разутюжку. Хорошо, что я по переду побольше взяла припуски. Если где-то надо что-то подправить, вот здесь закругление резкое. Здесь высокая точка груди, высокая часть. Верложим сразу же юбку. Вот место, где шлица, сложное место, я его покажу. Остальное все просто верложится без каких-либо сложностей. Вот одну сторону я сверху вниз верложила, а вот другую сторону нужно снизу вверх. Сейчас дойдем до уголка. И пусть иголочки выйдут за срез, где идет вот такая плавная линия. Вот так разворачиваемся. Иголочки должны остаться в ткани. Опускаем снова лапку. Лапку поднимали в тот момент. Все, вот выполнен уголочек. Посмотрите, вот он припуск шлицы. Вот снизу идет. И вот здесь закругление было. Переход к припуску на шов, который вдоль идет. Вдоль шлицы, сверху вниз. Юбка оверложена, только низ не оверложен. Так, длина у меня уже точно определилась. Поэтому я могу сразу же оверложить низ. Низ у меня проклеен. Но, конечно, не сразу. Потому что, по правилам, я должна боковые разутюжить швы боковые. А потом только верложить низ. Так что, немножко подождем. И вот так далее. вот так далее. Продолжение следует...